МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производительность труда. Тема действительно очень актуальная и на каждом производстве предприятий, и не только. С 2019 года в стране реализуется национальный проект производительность труда. И вот в связи с этим в субъектах Федерации созданы региональные центры компетенций, РЦК. Для чего они созданы? Какова их роль в создании конкурентоспособного предприятия? Ну и вопросов, конечно, много возникает в связи с этим. Вот об этом сегодня подробнее прямо сейчас. У нас в студии директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Саха-Якутия. Это автономно-некоммерческая организация. Егор Сергеевич Петров. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Всем добрый день. Так, ну, я тоже хочу обратиться к вам, уважаемые телезрители, радиослушатели. Ваши вопросы вы можете задавать в ходе нашей сегодняшней передачи, вот в эти предстоящие, скажем, почти 20 минут. Если они у вас возникнут в прямом эфире, то звоните нам на телефоны 32 00 66 или 32 11 66. Ну что ж, мы начнем нашу передачу. Вот, Егор Сергеевич, ну, давайте несколько слов нашим телезрителям и радиослушателям о целях и задачах национального проекта производительность труда. Пожалуйста. Цель самого национального проекта добиться роста производительности труда на крупных и средних предприятиях так называемых базовых несырьевых отраслей не менее чем на 5% в год. Базовые несырьевые отрасли – это у нас отрасли, которые не зависят от полезных скопаемых, например, да, отрасли, которые создают нашу внутреннюю экономику. Это у нас сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, строительство и торговля. Вот на крупных и средних предприятиях этих отраслей не менее чем на 5% в год надо расти путем внедрения бережливых технологий. Что такое бережливые технологии? Это, если упростить, да, это система управления, при которой предприятие производит как можно больше качественной и доступной продукции в максимально короткие сроки, затрачивая при этом минимум усилий, времени, денег и человеческих ресурсов каких-то. – Ну вот в советское время была вот такая система НОТ, да, научной организации труда. Ну это как бы то же самое может быть, да, где-то, Егор Сергеевич? – Ну, пересечения определённые есть, конечно, да. – Есть какие-то пересечения, да. – Это всё новое, это хорошо забытое старое, да, всегда в любом случае. И это всё ещё начинал внедрять, да, в советском Суизе был НОТ, там Генри Форд внедрял себя на конвейерах. В данном случае, когда мы говорим о бережневом производстве, за основу берётся система, которая была разработана, наверное, японцами, был такой человек Таити Оно, вот он придумал основополагающие моменты той системы, в которой мы сейчас работаем, потери, как их устранять, как их находить и так далее, это всё наработки Таити Оно, плюс потом включили ещё наработки научной организации труда, и вот сейчас вот пытаемся всё это внедрять. – Да, действительно, это, конечно, система довольно-таки может быть, ну, некоторым может показаться сложноватой какой-то, да. Вообще на производстве вот организовать, как вы сказали, да, бережливое производство, ведь не так просто, наверное. Вот что для этого надо, прежде всего, на ваш взгляд, как специалисту, наверное, уже всё-таки за эти годы, 2021 года, да, по-моему, создан? – Создан, да. – Оригинальный центр, ага. Вот сколько сейчас вот у нас вот таких предприятий, которые, ну, с которыми вы работали, сотрудничали, скажем, в течение нескольких лет? – Всего в нацпроект включено 22 предприятия, это очень разные предприятия, это могут быть, как и какие-то крупные, можно сказать, гиганты в республике, как Сахатранснефтегаз, например, у нас участник нацпроекта, авиакомпания Якутия, участник нацпроекта, так и не государственные у нас есть предприятия, организации, например, вот в прошлом году мы хорошо поработали с ООО «ТКД», это вот торговый дом, хорошо так они включились, прям такой, ну, понравилось нам всеми работать, понравилось нам всеми проекты, заинтересованность. – Заинтересованность, да, с их стороны была. – И вот как раз возвращаясь к вашему вопросу, что нужно, чтобы внедрять бежливое производство, в первую очередь для этого нужна воля, как воля руководства компании, о том, что принимает решение, да, всё, внедряем эту систему, работаем по этой системе, так и воля работников компании. Причём, наверное, желание руководства – это первостепенно, да, если руководитель, собственник компании, он понимает необходимость дальнейшего развития, поиск каких-то внутренних резервов. Сейчас с учётом санкций, которые были введены, да, с учётом общей обстановки, ещё более важно искать внутренние резервы, устранять, устранять, вот бежливое производство, оно же направлено на устранение потерь, да, на устранение ненужных затрат, так скажем, да, и вот устранять ненужные затраты, избыточные какие-то затраты, это, наверное, одно из таких, одно из основных условий конкурентоспособности предприятия. И для того, чтобы это всё внедрить, нужна, да, воля руководства, желание работников, ну и немножко знаний, конечно, тоже не помешает. Да, конечно. Вот всё-таки на каждом предприятии, наверное, можно найти вот эти, да, изюминки, наверное, бережливого производства всё-таки, да, вот эти ресурсы, вот эти стимулы какие-то, конечно, конечно, даже в любом случае. Просто, как пример привести, вот, например, мы работали там с несколькими торговыми предприятиями, там у них были склады, и просто даже система хранения продукции на складе. Казалось бы, привезли те продукции, ты её на склад закинул и ушёл. И даже там можно внести какую-то систему, внести там, внедрить адресное хранение, чтобы каждая номенклатура продукции лежала на своём месте, внедрить системы FIFO, там, ну, первый продукт зашёл, он же первым должен выйти, АБЦ, анализ, ну, это всё терминология. Даже, казалось бы, просто лежит продукт на складе, его можно по-разному класть, можно класть его так, чтобы найти очень быстро и очень легко извлечь и пойти дальше, а можно положить так, чтобы потом три дня его не найдёшь. Искать, скажем, да? Да, искать, а если это, скажем, портящиеся продукты, например, продукты питания, пока ты ищешь, всё это уже твои потерянные деньги. То есть каждый дорог час, скажем, каждая минута дорога, наверное, скорее всего. Да, да, копейка, рубль бережёт, время, деньги, всё это. Можно так даже сказать. А вообще, конечно, вот что даёт это работникам всё-таки вот это вот предприятие, да, повышение производительности, структ, наше предприятие уже действительно стало таким вот бережливым производством, у нас что-то даёт, какой стимул им даёт, работникам. Исходя из своего опыта, из тех примеров, которые я видел на наших предприятиях, на предприятиях вообще по России, да, куда мы ходили, там, обмениваться опытом или учиться, работникам это даёт, ну, во-первых, улучшение условий труда. Мы на своих проектах всегда внедряем систему 5С, это система организации комфортного, эффективного и безопасного рабочего места, чтобы работалось легко и просто, чтобы можно было легко там находить инструменты, например, свои рабочие, да. И работники, когда вот эта система уже внедрена, они сами отмечают, что действительно так работает приятнее, так работает лучше, условия труда становятся лучше. Плюс работаем с нагрузкой. Есть там, бывает ситуация, когда 2-3 работника, часть из них нету загружена, там, часть перегружена, или все на ком-то ездят. Вот с этим работаем, перераспределяем нагрузку, да, и чтобы она была более справедлива, чтобы работник работал не в какой-то авжальной ситуации, а по какому-то имеющемуся плану, по стандартам каким-то имеющимся. Вот. Но это всё в любом случае направлено на улучшение качества жизни работника. А если говорить глобально, то в идеальном мире, в идеальном сценарии повышение производительности труда должно вести за собой влечение, там, вклад труда работников, ну, это я так. Ну, да, в общем-то, скорее всего, материальная заинтересованность, да, где-то. Да, да, ну, были проекты, были примеры проектов, не буду называть точно где, но были примеры проектов, когда там сотрудников, участников рабочей группы как-то материально вознаграждали за то, что вот они такие молодцы, включились. Это же участие в нацпроекте, это в любом случае дополнительная нагрузка. Да. У него есть должностная инструкция, а ему говорят, вот, ты должен ещё там 5С в себя внедрять. И есть такое, да, что за эту дополнительную нагрузку внедряют. Плюс ещё в рамках проекта мы внедряем такую систему, как подача предложений по улучшениям. Это когда работники сами видят на своём рабочем месте какие-то несовершенства, да, знают, что вот можно тут, например, что-то улучшить, там, повысить безопасность каким-то образом. И подают соответствующее предложение руководству. И руководство, оно эти предложения рассматривает. Но на тех проектах, которые мы реализовывали, вот эта система ППУ, кратко, да, называю предложение по улучшениям, она работает. Мы лично видели несколько примеров на предприятиях, когда вот это, какие-то улучшения внедрялись после инициативы снизу. Вот. Ну, так как, скажем, в прежние времена говорили, рационализаторское предложение, где-то так. Вот, кстати, сейчас, да, вот в рамках нацпроекта как раз-таки есть движение рационализаторов, проводится соответствующий конкурс, который даже называется рационализаторское движение «Рационализатор». И для участников национального проекта сейчас до 15 июня как раз есть возможность принять участие в этом конкурсе по подаче рационализаторских предложений. Вот вы говорили, что, например, предприятие захотело все-таки войти в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Вы там по срокам сказали, что работаете с ними где-то полгода. Ваши люди там, специалисты, как эксперты, да, исполняют свои обязанности, что они там делают, какие работы у них проявляют, обучение, наверное, какое-то и так далее, да? Да, если говорить о системе работы, то… Да, в системе работы, если ты слов. Мы заключаем соглашение с предприятием об участии, ну, это, естественно, да, подготовительный этап. Да. Затем в течение полугода мы реализуем с ними совместный проект. Из этого полугода первая половина три месяца – это сбор информации и обучение сотрудников. Наши сотрудники, сотрудники Центра компетенции в это время три-четыре дня в неделю находятся на предприятии в зависимости от нагрузки своей, от нагрузки сотрудников предприятия там. Это может быть два часа в день, может быть полный рабочий день. Три-четыре дня в неделю находятся на предприятии и совместно с работниками исследуют отобранный участок производства и собирают все фактологические данные там, как проводится работа, сколько она занимает времени, сколько там, какие действия выполняют работники. Все это они собирают и составляют там, ищут потери и составляют план мероприятия по устранению этих потерь. В течение следующих трех месяцев предприятие уже самостоятельно этот план мероприятий реализует. И затем два с половиной года уже на основе наработанного опыта они свои собственные проекты инцидируют и внедряют. Плюс еще мы в рамках проекта обучаем так называемых внутренних тренеров. Это два-три каких-то активных сотрудников предприятия, которые более активные, более коммуникабельные, можно сказать. Им передаются более углубленное понимание инструментов бережливого производства и плюс навыки проведения тренингов для взрослых. И они уже своих коллег обучают, кто не был задействован в рабочей группе. Члены рабочей группы, соответственно, тоже обучаются инструментам бережливого производства. Введение, мы их даем, это введение, все в это дело. То есть, например, после окончания всех этих действий, направленных на повышение производительности труда, на повышение системы улучшения бережливого производства, вы как-то за этим наблюдаете, за коллективом, за предприятием? Или все-таки уже вы так уверены, что там уже будет происходить совсем другая картина, чем была иная до этого? Ну, мы там один раз в год у них запрашиваем отчет об их показателях, о том, как у них изменился показатель по производительности труда. Ну, и плюс еще, если предприятия, у них возникают какие-то вопросы, какие-то проблемы в рамках реализации, ну, в рамках самостоятельной работы, они к нам всегда могут обратиться, сказать, что вот, помогите, у нас тут пришла заминка, мы приходим, помогаем разобраться. Хорошо. А вот какие все-таки ресурсы предприятия потребуют участия в этом проекте? Участие в проекте бесплатное. Бесплатное? Да, сразу надо обознать, что участие бесплатное для предприятия, это одна из форм государственной поддержки, можно сказать. А ресурсы, какие потребуются, ну, это, во-первых, человеческий ресурс, все равно рабочее время работников, который потом, конечно, окупается за счет внедрения стандартов, ускорения работ. Ну, и в рамках проекта, если мы найдем какие-то необходимости каких-то вложений, то, может быть, в зависимости от воли предприятия, то можно взять эти вложения. Ага. Скажите, Егор Сергеевич, а вот сейчас вот как активно все-таки предприятия, вот идут в наш национальный проект, к вам обращаются, может, заявки, все-таки есть какая-то активность, ощущается в последнее время все-таки? Ну... Как вы оцениваете вот сейчас ситуацию? В целом можно и так сказать, но это все относительно же. Да, у нас достаточно большое количество предприятий, хотелось бы, чтобы, всегда хотелось бы, чтобы больше было заявок, всегда хотелось бы, чтобы больше было желающих. К сожалению, вот к нам обращаются люди, предприятия, различные собственники, но не все из них подпадают под критерии участия, они там достаточно жесткие. Выручка 400 миллионов рублей за предыдущий год, например, это вот основной критерий. Не все под это подпадают, поэтому с некоторыми не удается посотрудничать. А так, ну, есть желающие, да, внедрять, есть желающие. Не буду говорить, там много, чтобы не сглазить, нам надо все равно планы выполнять по вовлечению, поэтому, чтобы не отпугнуть ничего. Все-таки у вас план все-таки, да, спускается сверху? Да, по шесть предприятий ежегодно, в этом году мы должны шесть предприятий запустить, вот, и успешно должны завершить вот этот проектный цикл. А какой-то год был успешен для вас? Вот за этот период существования, вот. Ну, все годы. Все годы, да? Все, да, мы ежегодно план выполняем, достаточно хорошо работаем, предприятия активные, участники хорошие, показатели неплохие. Да, ну вот в этом году, уже, конечно, в 2024 году, пакет у тех национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, уже подходит к завершению, да, и в том числе и национальный проект производительных труда. Есть продолжение, нет? Да, в этой итерации национальный проект уже заканчивается, можно сказать, в том виде, в котором он есть сейчас. Но он должен измениться, трансформироваться и войти в национальный проект новый, который будет называться эффективная конкурентная экономика. и уже президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача повысить производительность труда на предприятиях, также дополнительно охватить, плюс еще все это расширить на социальную сферу. Пока не могу сказать, как это все будет, но движение определенно есть, и все это будет продолжаться, все это не забрасывается. Так, в вашем коллективе сколько человек трудится сейчас, в данное время? Ну, нас всего четверо, включая меня. Есть какие-то планы расширения штатной единицы и так далее? Ну, на данный момент тоже не могу сказать, потому что нам же установлены цели, и под эти цели подобранно оптимальное число штатных единиц. И какие цели будут установлены на следующий год, пока ясности нет. Ну, что вы хотели бы посоветовать все-таки руководителям наших предприятий, которые, может, хотят где-то в душе к вам обратиться и так далее? Ну, что-то сомнения какие-то у них и так далее. Много там нюансов можно, субъективных, объективных. Даже безотносительно обращения к нам, я бы хотел посоветовать всем обратиться ко всем собственникам и директорам предприятий, не бояться пробовать что-то новое. Вот-вот. Внедрять новые инструменты, искать новые подходы, потому что в начале это может быть непонятно и даже немножко больно, но в дальнейшем это достаточно хорошие дивиденды может принести. Поэтому не бойтесь, ищите новые пути развития и работайте над бежливым производством. Кстати, о бежливом производстве и новых путях. Есть сайт производительность.рф, на котором собрана достаточно большая база данных, большая база знаний по бежливому производству. Если кому-то будет интересно, зайдите на сайт производительность.рф и посмотрите, там регистрация несложна прийти. Так, ну что, у нас остается буквально минута, ну, чтобы еще добавить, где-то с полминутки. С полминутки я бы добавил, ну вот, да, то, что надо, все-таки не бояться и пробовать, пробовать, пробовать. Как говорится, нет предела совершенству, и постоянный путь улучшений – это то, что придет к успеху. Даже это могут быть не какие-то глобальные улучшения, там построить новое здание. Даже начиная с мелочей, можно прийти к чему-то большому и хорошему. Так, ага. Ну, хорошо. Я думаю, что действительно тема очень интересная, и национальный проект производительности труда, он в этом году завершится, и уже новый будет национальный проект. Вот, и у нас сегодня в студии был директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда республики Игорь, Егор Сергеевич Петров. Спасибо вам за участие в передаче. Спасибо, что позвали. До свидания. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня», и представлю моего очередного собеседника. Это директор Государственного театра оперы и балета имени Саврона Маллона Вячеслав Валерьевич Левочкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Валерьевич. Ну, с завтрашнего дня, как вы знаете, в городе Якутске торжественно и красочно начнет свое действие 11-й Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Уважаемые слушатели, если есть какие-то вопросы у вас, вот, пожалуйста, вы можете задавать Вячеславу Валерьевичу по телефону прямого эфира 32-00-66 и 32-11-66. Ну что ж, мне бы хотелось, Вячеслав Валерьевич, начать немножко оглянуться чуть в историю, да, начала полета, скажем так, «Стерха». Что бы вы сказали? Ну, «Стерх» у нас начался с 2000-го года, мы уже проводим его 11-й раз, и получается ему 25 лет в этом году, то есть такой небольшой юбилей. Это уже целое поколение, и надо сказать, что вот мы ощущаем, что сменилось поколение артистов. Те артисты, которые к нам приезжали еще молодыми солистами, они уже многие стали известными хореографами, художественными руководителями. Вот мы как раз в Астане-балете встретили нашего художественного руководителя, который был у нас участником нашего фестиваля, приезжал к нам в Якутск. Конечно, это очень отрадно, и, конечно же, мы всегда вспоминаем, благодарим создателей фестиваля, те, кто стоял у истоков, Садовскую, которая нам всегда помогала, вот, курировала наш фестиваль из Москвы, и, конечно, вот наши инициаторы, Лира Габышева, Мария Сайдекулова, в то время она была художественным руководителем балетной труппы, главным балетмейстером нашего театра, и они вот инициировали создание такого фестиваля, это единственный хореографический фестиваль классического балета на Дальнем Востоке. И, конечно, за это время он уже приобрел свой имидж, свое лицо, свое реноме, он известен, многие его знают, и, конечно же, его очень ждет наш зритель. Мы это ощущаем. К сожалению, вот были пандемийные годы, и у нас был такой перерыв долгий, пять лет мы не проводили этот фестиваль, и в этом году, несмотря на то, что у нас очень насыщенный сезон, у нас был оперный фестиваль, мы выезжали на большие гастроли, тем не менее, мы решили обязательно провести этот фестиваль, потому что его ждет зритель. Да, конечно, вот каждый фестиваль, наверное, имел свои особенности, да, какие-то отличия, может, от предыдущих и так далее, а этот нынешний чем отличается? Да, есть особенности. У нас впервые художественным руководителем фестиваля является наш новый главный балетмейстер Екатерина Лаврентьевна Тайшина. Конечно, это вот новый взгляд и вот новые, художественные решения, конечно, это гости, которые к нам приезжают совершенно в новом составе, у нас еще никто еще не гостил, только двое из них у нас уже были, это Игорь Пугачев, артист балета Большого театра, он был у нас уже участником фестиваля, и Роман Полковников, он приезжал с гастролями Новосибирского театра, у нас 17 гостей, 15 из них артисты балета, это примы, премьеры самых известных, самых крупных театров России и ближайшего зарубежья. Действительно, очень такие сильные артисты, интересные для нас, деятелей искусства и для зрителей, я думаю, вот незагладимые впечатления оставят их выступления, потому что мы очень довольны тем, что у нас такой очень высокий уровень гостей. Помимо этого, к нам приезжают два профессора, это искусствовед Ольга Розанова и культуролог Ольга Сапанджа, которые прочитают лекции для всех желающих, также для учащихся балетной школы, для хореографов о балете и о том, что с ним связано, об истории его развития. Что же еще? У нас впервые произойдет премьера на фестивале, никогда такого не было, что мы показывали премьерный спектакль, мы подготовили специально для фестиваля, для нашей гастроли, мы его уже показали зрителям Казахстана и Кыргызстана, это новый одноактный балет «Сияющий камень», который у нас состоится в рамках гала-концерта. Первое отделение представят наши артисты вот эту премьеру. Ну, будем считать, что это такое запоминающее событие будет, поскольку это совершенно новая музыка, написанная нашим композитором Кириллом Афанасьевичем Герасимовым, автором гимна Республики. Очень мелодичная, интересная музыка, такая легко воспринимающаяся. И, естественно, у нас везде будет симфонический оркестр, он исполняет вот эту новую музыку, но эта музыка, она синтезирована в этом спектакле с национальными инструментами, с хамусом, с карампой. Поэтому очень интересное звучание и очень сложная хореография. Вот Екатерина Лаврентина придумала действительно очень такие запоминающиеся образы. Мы создали такую легенду о том, откуда появился якутский алмаз, и об этом рассказали вот языком хореографии. Нас поддержала компания «Алроса» вот в этом проекте, и поэтому спектакль такой зрелищный получился, яркие костюмы, спецэффекты неожиданные. Поэтому вот ожидаем, что наши зрители тоже тепло примут этот спектакль. Ну, кстати, кто является еще спонсорами? Да, у нас достаточно много спонсоров «Адкликнулось», это наши постоянные партнеры. Конечно, мы всех благодарим. Якутская Нерго, Сахай Энерго, это также «Кандрик Металл», агентство «Авиафлайт», и, конечно же, администрация города Якутска. Вот всех, с кем мы работаем. «Артикапитал», я даже, может быть, не всех перечислил, но вот те компании, которые нас поддерживают, и надо сказать, что сейчас не очень легкие времена для бюджета, мы понимаем это, есть другие приоритеты, тем более, ну вот, и сложная паводковая ситуация была, поэтому мы поддерживаем тоже это решение. Фестиваль не имеет отдельного бюджетного финансирования, мы как раз-таки только за счет спонсоров смогли осуществить вот такой большой праздник. И, конечно же, мы очень благодарны нашим зрителям, которые покупают билеты на наши спектакли, у нас на открытии уже аншлаг, билетов нет. И, конечно, вот это внимание зрителя, оно тоже дает нам поддержку. Мы с их помощью решаем тоже наши организационные вопросы. А будут ли, скажем, представители федеральных органов власти, например, с Минкульта и так далее? Так, ну, с федеральных органов Министерства культуры мы не ожидаем гостей, но нас всегда поддерживают. И к нам приезжают артисты не только из наших театров, крупнейших. Это Большой Мариинский театр, причем примы, премьеры. Также у нас участвуют артисты из таких знаменитых театров балета, как театр Эйфмана, театр Касаткина и Василева. Это также Новосибирский государственный театр опербалета, который называют Сибирским Большим театром. И Башкирский, также Башкортостанский театр опербалета. И также два театра из-за рубежа. Это Большой театр Республики Беларусь и Астана Балет, вот куда мы выезжали, гастролировали, у нас появились, укрепли наши взаимоотношения, нам тоже отправляют двух солистов. Поэтому вот у нас такое международное участие будет. Да. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны 32 00 66, 32 11 66. Если есть вопросы, то, пожалуйста, звоните нам на прямой эфир. И вот директор Государственного театра оперы и балета имени Сурона Молдонови, Владислав Валерьевич Лёвочек, насветит на них очень подробно. Так, ну теперь вот всё-таки о спектаклях, наверное, всё-таки несколько слов надо будет сказать, наверное. Ну, мы отобрали самые такие любимые якутским зрителям спектакли, которые у нас всегда проходят при аншлаге. Конечно же, открытие – это «Лебединое озеро». – это самый известный балет, наверное, во всём мире. Ему уже 150 лет скоро будет. Ну, сложно себе это представить. Это то, с чего начинался вообще как бы балет, да, классический русский балет. Поэтому вот «Лебединое озеро» будет представлено завтра уже в вечере открытия фестиваля. Дальше у нас «Боядерка». «Боядерка» – это 2 июня состоится. Боядерка тоже при полном аншлаге у нас проходил в феврале этого месяца. Очень яркий, красочный балет. И у нас получилось, что в этом балете выступают солисты премьеры и прима Новосибирского театра. То есть у нас новосибирская «Боядерка» получилась. Мариинский театр на «Лебедином» и новосибирский театр на «Боядерке». Причём вот прима Ольга Гришенкова, которая прима Новосибирского театра, она родом, оказывается, из Якутии. И многие вот не знали тоже этого факта. Она начиналась здесь, в нашей балетной школе. И много лет сейчас является примой Новосибирского театра. Она с нами будет и в «Боядерке», и в «Спартаке», и в «Колымские корни». У неё даже есть и «Якутская кровь». Очень интересно тоже будет её встретить. Она впервые будет выступать на сцене нашего театра. Потом у нас будет «Спартак». Здесь у нас уже, помимо Ольги, ещё солист Большого театра участвует. Это Игорь Пугачёв. И главной партией также участвуют наши солисты. Причём некоторые из них впервые участвуют. Конечно, тоже очень волнительно. Они будут выступать с прямыми премьерами крупных федеральных театров. Новосибирский театр – это тоже федеральное учреждение. И, конечно, у нас будет вот «Сияющий камень» и во втором отделении галконцерта выступления всех приглашённых гостей. Практически все остаются. У нас там из 15-13 гостей остаются на галконцерт. То есть полностью такой звездопад ожидается на закрытии фестиваля. Да, действительно, звездопад ожидается. Я представляю, что как сегодня в преддверии вот в эти дни, наверное, будут волноваться наши, да, артисты. Конечно, мы сами тоже волнуемся. У нас давно таких событий не было. И, конечно, для гостей, наверное, волнительно на новой сцене выступать. Мы сейчас их всех встречаем. И, конечно, с нетерпением ждём вот этих таких больших событий. Да, действительно, вот фестиваль классического балета «Стерж» происходит, как раз произойдёт в самые такие тёплые майские, да, по летнему совсем уж, по июльскому, наверное, жарой, да, до плюс 30, скажем так, сегодня, завтра, может, и в ближайшие дни, надеемся, до 7 июня ещё погода продержится у нас всё-таки. Так, ну и, конечно, вот, если можно, несколько слов тоже о лекциях и музейной коллекции, которые заявлены в программе фестиваля. Тоже интересно нашим телезрителям и радиослушателям. Да, Ольга Сергеевна Сапанжа – это заведующая кафедрой искусствоведения университета имени Герцена. Она является доктором культурологии и профессором. Она прочитает лекции за час до каждого спектакля. Будут открыты лекции для всех желающих, бесплатно можно попасть. Именно об истории возникновения этих балетов. То есть «Лебединое озеро» – это, мы сразу вспоминаем, русские сезоны. Вообще вот практику представления русского искусства за рубежом. Об этом она расскажет. «Байдерка» – это уже спектакли, скажем так, на дипломатической основе. Культурный обмен между странами, да, и вообще восприятие иной культуры профессиональным искусством той или иной страны. Это тоже очень интересно. «Спартак» – это больше революционная тема. В балете есть тоже такое направление. Допустим, «Красный маг» и «Спартак» относятся к этой тематике. А перед галоконцертом она расскажет о том, что есть также ряд знаменитых работ балетных, которые посвящены легендам и мифам коренных народов. В частности, то, что мы представляем в «Сияющем камне» в первом отделении галоконцерта. То есть любой желающий, мы всех приглашаем, можно прийти послушать эти лекции. Помимо этого, она представит коллекцию образов балета в фарфоровых фигурках. То есть есть вот знаменитый фарфоровый завод императорский в Санкт-Петербурге. Она вот привезет коллекцию вот этих фигурок, которые балерины и балетные образы, которые тоже будут представлены в рамках каждой лекции. Да, ну, конечно, отрадно еще то, что в прошлом году у вас все-таки произошел ремонт, да, и закуплены были новые оборудования и другая техника, да. Вот для театра сцена очень стала совсем другой, посвежела, стала современнее. Ведь это в преддверии вот такого большого события культурного. Да. У нас были проведены ремонтные работы в наших основных репетиториях, в нашем производственном цехе. Общая сумма затрат была больше 36 миллионов рублей. Также ремонт, ну, и коридоров, и даже лестниц, двери были заменены противопожарные. Конечно, очень существенное такое вложение было. Тем более, из федерального бюджета никогда театр не получал ремонта. И фактически вот с момента строительства больших таких ремонтных работ не было в театре. Это 81-й год, это уже вот сколько? 30? С лишним лет. Вот. И помимо этого мы еще на 12 миллионов закупили новое оборудование. Это свет, это звук. Конечно, это очень влияет на спектакли, в том числе на балет. Потому что сейчас к нам зрители приходят, они говорят, совершенно по-другому видят спектакли. То есть те же самые спектакли, они смотрят совершенно по-иному. Потому что от света сейчас очень многое зависит. Ну и еще мы закупили кресло мобильное, которое мы будем использовать в этом году на нашей отремонтированной площади. Да, у нас пройдет большой Open Air 4 июля. Это уже андумс на следующее событие. Мы закрываем сезон в дни проведения игр «Дети Азии» большим галконцертом, где будут участвовать все наши подразделения, оперные солисты и причем еще конкурсанты, победители конкурса, международного конкурса оперных певцов имени Айталина Адамова, который состоится в эти дни. Конкурс будет закрытым, мы публику туда приглашать не будем, но самые лучшие победители, лауреаты этого конкурса и, самое главное, еще члены жюри этого конкурса, они выступят в этом галконцерте. Это будет на открытом воздухе, и вот мы поставим эти кресла и будем приглашать наших гостей и зрителей. Ну что, состоится у нас где-то минута, ну где-то полминуточки вам дам слово, что пожелаете все-таки и участникам этого классического впечатления. Конечно, мы хотим пожелать радостных впечатлений, потому что искусство, оно, конечно, всегда окрыляет, оно всегда воодушевляет. Прийти и посмотреть вот на эту красоту, это, конечно, оставляет всегда неизгладимые впечатления и вдохновения, поскольку, ну, конечно же, вот ежедневные заботы и рутина часто заедает. Все равно нужно человеку восхищаться. Ну что ж, спасибо. Ну, хочется тоже пожелать успехов фестивалю всероссийскому. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. Вам, телезрители, радиослушатели, все доброго. Примите самое активное участие вот в этом фестивале. Спасибо. Вам успехов.